Вообще цех у нас достаточно уникальный. Работа головой и руками. Когда я пришел сюда на работу, вот так вот меня приобняли, ну пойдем. Работа головой и руками. Мы с вами находимся на центральном тепловом щите управления электрокотельного «Байкальская». Вы за мной видите ряды панелей, на которых расположены все органы управления электрооборудованием данного объекта. Вообще цех у нас достаточно уникальный. Он объединяет в себе сферы деятельности, которые обычно на станциях обслуживают отдельные цеха. Это электрооборудование и все вопросы, связанные с эксплуатацией. То, что делает обычный электроцех на Ново-Иркутской ТЭЦ. Это оборудование тепловой автоматики, контрольно-измерительные приборы, то, чем занимается цеха ТАИ. И это различные автоматические системы диспетчерского контроля, управления, учета, видеонаблюдение промышленное и прочее. То, чем занимается цеха СДТУ. Я электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Ежедневно я сталкиваюсь с задачами. То есть, я не знаю, вот мне сейчас позвонят и отправят какой-нибудь дальний объект, предположим, Ново-Ленино. Что-то там случилось. И когда в пути я еду, я не понимаю, что там. И мне интересно, что случилось, и что мне предстоит, какую задачу решить. Наш цех обслуживает слеточно 96 объектов. Это насосные станции, электрокотельные. Даже есть у нас котельные угольные. Все это оборудование, оно крутится, работает за счет электроэнергии, которую наш персонал обслуживает. На данный момент мы находимся именно на площадке обслуживания электрокотлов с 10 по 15. Смена длится 12 часов. Оперативный персонал круглосуточно находится на работе, занимается обслуживанием электрооборудования. На сегодняшний день данные электрокотлы находятся в резерве. Электрокотельная работает в режиме перекачивающей насосной станции. Но когда возникает необходимость для поднятия температуры в прямой магистрали, мы включаем дополнительные электрокотлы для поддержания температурного режима. Когда я пришел сюда на работу, вот так вот меня приобняли, ну пойдем. То есть я не чувствовал, что я какой-то удаленный, и типа мне нужно просить о помощи. Нет, наоборот, здесь стараются помочь, потому что наша работа, она сложная. Вот. И я тот человек, который будет с ними работать в дальнейшем. И чтобы им было легче, мне было легче, мы обмениваемся этим опытом и вместе работаем. То есть коллектив потрясающий. Всю жизнь, как я помню, я все время был наставником. Ну, будучи не на этой, конечно, должности, а на предыдущих. Приемственность есть, конечно, придя молодой работник на стажировку. К нему прикрепляется опытный, во-первых, электромонтер, и опытный начальник смены к нему прикрепляется. Несмотря на свой стаж, 28 лет у меня стаж работы в энергетике, бывают ситуации, в которых сталкиваюсь впервые. И приходится находить нестандартные пути решения для данной задачи. Что-то постоянно новое приходится изучать, что тоже интересно, немаловажно. Работа головой и руками. Знаете, много коллективов я встречал, и наш коллектив в моем цехе очень дружный, серьезно. Мы общаемся, мы делимся разными событиями, которые происходят в жизни, которые происходят на работе. Если кому-то нужна какая-то определенная помощь, мы стараемся друг другу помочь. В большей степени я здесь до сих пор остаюсь работать, это из-за коллектива. Очень хороший коллектив. Вот смены очень дружат между собой. Все время на рыбалке, на шашлыки, по грибам уже. Смены, да, очень дружные. Ну, сейчас, будучи уже на должности, в дневную смену я работаю. Нет такой возможности выехать с ребятами вместе. Но все равно как-то бывает время, выбираю. Энергетика – это в большей степени для мужчин. И хочется именно мужскую профессию. И я в себе эти навыки увидел когда-то. Вот поэтому и энергетика – это вот моя стезя. И мне очень нравится здесь работать. Это раз-два. Это очень интересная профессия. Потому что физические законы, знания. Здесь нужно очень много знать. И с каждым разом свои знания повышать при этом. Поэтому энергетика, я считаю, что это моя профессия.